Русская культура Русская культура Русская культура Случилось то, что случилось в 90-е годы Обрушился завод Обрушился клубик маленький, тизовский И мы как бы оказались не у дел Ну и я пришла тогда в исполком, в город, в городскую власть И сказала, ну понимаете, мы разрушить можем все И ничего уже никогда не соберем Давайте все-таки попробуем сохранить хотя бы тех людей, с которыми я уже много лет работаю, на которых можно положиться И на основе чего можно в городе создать что-то такое, которое будет продолжать вот эту нашу традиционную культуру хоть в какой-то степени И меня поддержали И вот тогда мы стали искать варианты, как это сделать И было, по сути дела, создано инновационное учреждение по тем временам Про инновацию сейчас только говорят Это тогда было инновационное учреждение Центра сибирского фольклора Тогда на базе центра было всего одно отделение хоровое, где было 45 человек Ребятишек, которые обучались Сейчас уже, конечно, порядка 500 ребятишек занимаются в Центре сибирского фольклора И самым, так скажем, высоким звеном это был Театр фольклора разноцветия Ребятки, когда достигали определенного уровня, они шли учиться в Театр фольклора разноцветия Через творческую мастерскую театра фольклора разноцветия В качестве участников, стажеров и практикантов Прошли многие студенты Томского областного колледжа культуры и искусства Часть из которых стала профессиональными музыкантами И сотрудничает с различными творческими коллективами Томской и Томской области А часть просто любит народную музыку У нас пять человек из коллектива Из села Новокосково-Васенский район Нас с детства это прививали Вот Лариса Григорьевна Тимошенко, которая сейчас наш бритмейстер Она тоже начинала в Новокосково То есть она нас начинала, учила танцевать, да, с первого класса А Татьяна Евгеньевна Бажок, это вот мама одного из участников тоже театра Она нас учила с детства именно в фольклорной культуре Да, это уже жизнь просто все ребята Вот, например, мы учимся в политехническом Все ребята нас знают, как театр фольклора разноцветия Все знают, что мы поем народные песни Вот пришли сегодня на концерт После того, как ты проходишь этот путь, пусть он небольшой Путь музыкальной школы именно на базе фольклорного творчества Не знаю, мне кажется, очень сложно уйти от этого Мы живем в фольклоре, мы себя хорошо в нем чувствуем И это очень здорово, что мы, будучи современными молодыми людьми Которые работают в совершенно не касающихся этого всего местах Знаем о своей культуре, о своей глубинности вот этой важности И мы можем это выразить То есть вот за это большое спасибо Центру Сибирского фольклора И, естественно, Галине Михайловне, которая после всего этого Всего этого обучения забирала нас, как бы взращивала уже как профессионалов Как певцов, которые умеют самостоятельно представить себя на сцене Я потоненькою По-не-ло-пень-кою Только жердочка гнется, не ломится У артистов театра, которых объединила русская песня Есть свое творческое кредо, прозвучавшее из уст самого народа Одному не спеть, артелью легче Театр фольклора «Разноцветие» — это и есть певческая артель, дружная семья Где у каждого свой характер, свой талант и своя роль И сверхзадача коллектива — сделать все возможное Чтобы русская песня не оказалась для современного общества вне формата Как изначально было на Руси Все равно песня сопровождала человека от его рождения до смерти В армию провожали, пели На гулянках пели, на вечерках пели Ребенок рождался, пели Провожали в последний путь, тоже пели И вот мы сейчас как-то с этим срослись, мы уже без этого не можем Все спрашивают Мы когда собираемся даже, молодежи где-то там посидеть Где-то бывает, что когда мы минуты отдыха, конечно, мы поем Песни сопровожая Уже сейчас без этого мы не мыслим Вот я и представляю свою жизнь Потому что как годы идут, думаешь, нет, до последнего Вот пока во мне еще будет этот дух Людей всегда связывают духовный пазл И в этой ситуации именно так Просто нас объединило творчество Любовь детей к этой песне Умение педагогов, моих коллег Воспитать вот эту любовь Вот это трепетное такое отношение к песне И совместные уже репетиции Понимаете, когда работает рядом педагог и его ученик И еще ученик И вот эта связочка, вот эта вся Она позволяет сделать одно большое дело Художественное руководство и режиссуру спектаклей Осуществляет создатель и бессменный руководитель коллектива Заслуженный работник культуры России Галина Михайловна Дробышевская Творческие задачи вместе с ней Виртуозно решают мастера своего дела Балетмейстер-постановщик Лариса Тимошенко Музыкальный руководитель Сергей Солоненко Хормистеры Алевтина Букина Ольга Курочкина Ольга Назаркина Мария Долгая Инна Солоненко Акомпаниатор-гармонист и балалайшники Егор Павельев Павел Кузнецов Александр Устюгов Сегодня Театр Фольклора Разноцветье Это настоящая команда молодых талантливых исполнителей Заинтересованных в сохранении традиционной культуры славян И качественной адаптации фольклора для современного слушателя Благодаря самобытности и индивидуальности каждого артиста Спектакли театра всегда отличаются яркостью, экспрессивностью, выразительностью Славите, славите, самовар поставите, чаем напоите, копеечку дадите Я когда-то увидела Театр Фольклора Разноцветия и их выступления И думала, боже, как бы мне попасть сюда, как бы поработать с этим коллективом Это прям мечта жизни была И вот правильно говорят, мечты когда-то сбываются И случилось так, что вот в один прекрасный момент Галина Михайловна предложила поработать с коллективом Знаете, так получилось, что вот мои научные интересы совпали с профессиональными интересами Я в это время защищала диссертацию Тема моей диссертации была связана с традиционной русской культурой И вот работа в театре, она позволила как бы глубже, во-первых, погрузиться в традиционную культуру И, с другой стороны, помогла, вот именно в постановках, помогла понять, что такое русская песня Что такое русский танец, что такое русская музыка Как пазлы сложились, так все совпало Коллектив у нас замечательный, видите, у нас такой молодой, какой задорный коллектив Искрометный, они все с юмором, они просто так слова в простоте не скажут Поэтому с ними работать одно удовольствие Они все талантливые, они очень хваткие, они быстро схватывают материал Они с такой самоотдачей работают Репертуар театра богат и разнообразен Сценические зарисовки и спектакли по обрядам народного календаря Тематические вокально-хореографические циклы, игровые и хороводные программы Дарю тебе песню свою Томские засидки, весенние игры и заклички Зимние святки, томские осенины, фольклор и дети За годы своей истории артистами театра было исполнено более 350 произведений Будучи ребенком в 10-летнем, я училась в первой школе общеобразовательной Буквально днем заходят к нам в класс и говорят Сейчас вы идете в актовый зал на прослушивание Мы пришли в актовый зал, сели всем классом Заходит Галья Михайловна и говорит Сейчас будем петь Мы начали петь, и она сказала Ты, ты и ты остаешься Все остальные свободны И в это ты, ты и ты попала я И вот с 10 лет я шла рядом с Галиной Михайловной И очень благодарна Галине Михайловне за то, что она направила меня по этому пути Я без песни себя не представляю Я очень люблю это дело Я стараюсь свою любовь передать студентам, которым преподаю С особым творческим подъемом Артисты театра фольклора «Разноцветие» работают Над интересными музыкальными проектами Широко известными и в Сибири, и в России Муниципальными оркестровыми коллективами Томска Джаз-оркестром ТГУ-62 Под управлением Аркадия Моисеевича Ратнера И русским оркестром под управлением Ольги Алешиной Большим успехом у зрителей и ценителей народной музыки Пользовались тематические концертные программы Джаз энд фолк, память, поэзия, музыка Посвященная 70-летию Великой Победы А также программы русской песни и музыки Свет мой, сударыня, песня Рождество, дарю тебе песню свою Фольклор и дети, песенные перезвоны Наполни музыкой сердца Артисты разноцветия с удовольствием сотрудничают С творческими коллективами Центра сибирского фольклора Создавая яркие и интересные новогодние программы для детей Участвуя в сводных тематических концертах По обрядам народного календаря Совместное творчество Способствует единению артистов театра Педагогов и учеников Центра А как хорошо, когда зритель видит на сцене молодые лица Которые передают традиции Хорошо, когда и бабушки поют Хорошо, что они сохраняют традиции Но когда молодые лица вдвойне замечательно И тогда не воспринимают так уныло русскую песню Они вот именно помогают ее и песню держать в тонусе И помогают ее, доносят до зрителя А залы всегда полные Мы и с муниципальным оркестром Концерт у нас есть сольные полные залы битком И с оркестром, джаз-оркестром ТГУ У нас тоже битком полный зал То есть знаете, как бы любители наших песен Фанатов нашего коллектива Достаточно много в городе и в области Тема непроходящей красоты русского фольклора Неоднократно поднималась в телевизионных фильмах Созданных театром фольклора «Разноцветия» В сотрудничестве с томским режиссером Заслуженным работником культуры России Юлии Александровной Ратомской Мы не хотели бы плясать Не хотели бы ходить Гармонист хороший парень Его надо уходить Разрешите поплясать Разрешите топнуть И под горную сплясать И в ладоши хлопнуть Народную песню не пели Народную песню всегда играли И в народной песне всегда есть этот синтез Пение, танец, народные инструменты И конечно же театрализация Народную культуру нашей традиции Нужно прививать с самого детства Дает доброту Дает взаимопонимание Дает целеустремленность в жизни То есть те качества, которые Всегда были присущи русскому человеку И к большому сожалению Насилие западной культуры этого лишает И как раз через народную культуру Эти качества мы все можем постепенно закладывать Концертная деятельность театра Как у себя на родине Так и далеко за ее пределами Проходит под девизом Щедра талантами, родная сторона За эти годы артисты театра Неоднократно побывали в гостях У своих земляков Практически во всех городах и селах Томской области Особенно запоминающимися были концерты С джаз-оркестром ТГУ-62 Пятый раз я уже их смотрю И могу смотреть бесконечно Мне их коллектив очень нравится Особенно вот мальчики Как они затанцуют Ну прямо ноги в пляс Прямо пускаются эмоции Конечно бесконечные Мы желаем этому коллективу Конечно творческих в дальнейшем успехов Здоровья им И всего-всего доброго И я сегодня первый раз услышала Как сама руководитель Исполняла песню Первый раз я была вот просто изумлена Какой у нее замечательный голос Театр фольклора Разноцветия На протяжении 25 лет своей истории Неоднократно участвовал В международных и всероссийских конкурсах И фестивалях в разных городах России С честью представил родной город И в Приднестровской Молдавской Республике А во Франции в 2012 году Блестяще выступил на международном фестивале хоров Голоса мира Там коллектив получил заслуженную награду Хрустальный земной шар Главная награда Ой, вы знаете, это, наверное, когда Зрители в зале Выражают эмоции От которых хочется и радоваться И плакать Вот эти аплодисменты Самого чувства праздника Ты понимаешь, что людям это нравится У нас своя публика Для этого, ну, больше награды нет Ким Благородству России Всем поколения Пять Всем поколения Пять Субтитры создавал DimaTorzok